Сегодня прямо в начале, наверное сразу нужно кое-что уточнить, дабы остановить волну ненависти от людей, которые мыслят заголовками, но даже не вчитываются в них. Плохой обзор и обзор на плохое это две разные вещи. В плохом обзоре я говорю о неплохих фильмах или хороших, как в этом случае. Плохой подразумевает, что плохой именно сам обзор, а не фильм. С этим разобрались и давайте сразу перейдем к делу. Сегодня речь пойдет о культовых и без преувеличения легендарных фильмах, о которых я уже как-то говорил вскользь, но сегодня поговорим чуть подробнее. Итак, фильм «Брат» и «Брат 2». Сегодня я пересказывать сюжет фильма не буду, разве что частично, так как это не имеет смысла. Думаю, абсолютное большинство из вас видели эти фильмы и не один раз. И да, специально для правовладателей. В данном ролике будут использованы материалы кинокомпании СТВ. Ссылки на оригиналы можно найти в правом верхнем углу и в описании. Если вы каким-то чудом не видели эти фильмы, то перед просмотром обзора обязательно с ними ознакомьтесь. Но для того, чтобы чуть лучше понимать, о чем вообще этот фильм, сначала нужно вспомнить, что происходило в те времена, о которых он снят. Действия фильма разворачиваются в аккурат после завершения Первой Чеченской войны. Совсем юные парни, иногда только закончившие школу, попадали в самый настоящий ад на земле. Я знаю, что меня смотрят люди, которым сейчас 18-20 лет. Представьте, что вы почти сразу после последнего звонка отправляетесь не в институт и даже не в армию, а попадаете, пройдя минимальную физическую и моральную подготовку, в самый очаг страшной и жестокой войны. И остаетесь там на длительное время. Вы прыгнитесь, прыгнитесь, а то стреляют, да? Вот здесь полностью все уничтожили. Остался один боец. Все, что здесь есть, это битая техника. А кто уничтал, гранатометчики? Да, гранатометчики слева фланга. Слева и справа, он оттуда из бассейна Москва. Вот позавчера, когда я приехал сюда, здесь все валялось. Трубы еще были? Да, трубы все были. Вот так и получается, что еще по сути 18-ти и 20-ти летние дети вступали во взрослую жизнь через ужасы войны. Этап их взросления проходил не за партой в учебном заведении, а в окопе под градом из пули снарядов. Вместо университетской столовой полевая кухня среди грязи, ужаса и смертей. Вместо вечерних тусовок с одногруппниками смерти сослуживцев и друзей. Несколько лет вы находитесь словно в параллельном мире, который состоит из жестокости, на котором обесценивается все, включая человеческую жизнь. А в это время, если пролететь несколько часов на самолете, жизнь идет как прежде. Первые несколько месяцев люди еще как-то заботили эти события. А потом новости приелись, и им это стало по сути неинтересно. У всех своя жизнь, заполненная своими заботами. И вот спустя несколько лет, проведенных в окопах, люди с уже совершенно другим мировоззрением возвращаются обратно в спокойную жизнь. Где им никто не рад. Они никому не нужны и не интересны. В том числе и государству. Главным героем этого фильма как раз и является такой простой парень, который вернулся с войны и которого здесь никто не ждал. Поэтому фильм так и начинается. Главный герой, словно из ада, поднимается на поверхность и видит совершенно другие реалии жизни, в которых ему тоже попросту нет места. Съемочная группа, которая здесь символизирует уже новое русское, а не советское общество, принявшее западные ценности, в частности безразличие. Просто гонит его прочь. Кто опустил сюда этого урода? Да выкиньте его нахер! Причем куда бы герой ни пошел, ему нигде не рады. А у вас на Утилусов крылья есть? Компакт-диск. Че че надо? Иди отсюда. Конечно, формально, если смотреть поверхностно на этот фильм, то да, продавщица его прогоняет, так как его недавно избили и выглядит он, ну, не очень хорошо. Но если посмотреть чуть глубже, то герой-то не проявлял агрессии, он не пьян или еще что-то. Он просто задал вопрос. Поэтому суть этой сцены немножко в другом. А именно, искалеченный войной солдат никому не нужен и все его прогоняют отовсюду. В том числе и родная мать, ему не особо-то и рада. И не видит в нем героя тем более. Уж лучше бы в армии остался. Тут у тебя дурака скорее убьют. При этом актер, Сергей Бодров, обладает абсолютно ничем не примечательной внешностью. У него нет особой специфической харизмы или еще чего-то. Он выглядит абсолютно так, как и мы все. Поэтому и простым людям, и уж точно человеку, который вернулся с войны, легко узнать себя и ассоциировать себя с главным героем этого фильма. Каждый видит в нем что-то от себя. В этом, как мне кажется, тоже один из аспектов такого колоссального успеха этого фильма. Не зря люди, вернувшиеся с войны, пересматривали этот фильм раз за разом. Как-то актриса просидела два часа на скамейке с парнем, вернувшимся из Чечни. Он посмотрел фильм «Брат» 28 раз. Когда я посмотрела первый раз на себя, на свою работу, я, конечно, я была в шоке. Я еще не поняла, что я там натворила, но время показывает, что что-то правильно сложилось. Мать же скорее воспринимает как героя своего другого сына, Витю, который был когда-то за отца Данилия. Одна надежда у меня, Витенька мой, большой человек, видать, там, в Ленинграде-то. Ехал бы к брату в Ленинград. Помруйте я уж скоро, а он за место отца тебе был. И который, как мы тоже можем понять, в прошлом служил в армии. Вот только теперь он воюет на абсолютно бессмысленной войне. По сути, со своим же народом, совестью и справедливостью. Но когда Данила отправляется в Петербург, становится ясно, что и там он особо-то никому и не нужен. А тема справедливости в фильме всплывет еще неоднократно. Данила, если так можно выразиться, по сути, будет вести себя по справедливости. И через некоторые детали создатели, по сути, также передадут нам некоторые реалии того времени. Так как Данила выступает именно за справедливость, когда ему предлагают службу в милиции, что он отвечает? Пойдешь к нам? Нет. Потому что в те времена и от милиции ждать справедливости не стоило. Это будет подчеркнуто в фильме еще несколько раз. Например, у героя проверяют документы. А спустя несколько кадров мы видим, как бандиты, о чьей деятельности правоохранительные органы абсолютно точно знают, грабят простых людей. Ну что, попал в тенечку теперь? С тебя, гнида синяя, с тебя сказал. Налоги. Так я же еще... Я же еще ничего. Товар конфискую. Взяв на себя функцию государства. Собирая с них, если так можно выразиться, налоги. Также по проходкам под музыку зрителю довольно ненавязчиво, но все же дают понять, что Данила в этом городе, а если смотреть чуть глубже, то в таком мироустройстве совершенно чужой. Он попросту скитается и не может найти себе места. «Кажется, что я должен встать, на моржен на склоне хаман». Понять, какие сигналы касательно города, а как следствие и всего мироустройства, дает зрителю автор, можно и вслушавшись в некоторые саундтреки. Я думаю, вы помните и понимаете, что музыка в фильмах Балабанова практически никогда не была просто так. Она всегда была частью художественного произведения. Даже не частью, а неотъемлемым элементом. И какую же песню мы слышим, когда нам показывают бандитов, как бы создавая эффект, что мы подсматриваем за ними. Это город-убийц, город-шлюх и воров. Существует, откуда мы верим в него. Кроме глаза и его уже нет. И мы снова стоим на чаплоне его. Это город-убийц, шлюх и воров. Он существует, пока мы верим в него. Открой глаза, и его уже нет. И мы снова стоим на начале веков. Думаю, в пояснении данные строчки не нуждаются. Город страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее. Он засасывает. Когда Данила берет на себя смелость стать справедливостью, в сюжет попадает немец. Тебя как звать-то? Гоффман. Еврей, что ли? Немец. Что тоже довольно символично. Ведь когда-то мы воевали и нас убивали немцы. А сейчас мы ведем войну сами против себя, убивая друг друга. И скорее немец окажется нам другом, чем русский. Здесь же в руки Данилы попадает и пистолет. Который тоже непростой. В руки Данилы попадает пистолет, очень похожий на те, которые когда-то давно использовала еще советская милиция. Понятно, что это не стопроцентная копия. Но, думаю, смысл понятен. Данила берет на себя функцию милиции. В подтверждении этого можно увидеть еще вот что. Татарин предлагает Даниле другой пистолет. Если я не ошибаюсь, Кольт. Который как раз очень любили использовать бандиты в 90-х. И это считалось оружием так называемого пахана. Но Данила отказывается. Вот тебе ствол с обоймой. Это еще 600. Да обойдусь. С другим оружием в фильме тоже есть интересные моменты. Например, после того, как бандиты пришли к свете и надругались над ней, Данила берет в руки, что... Дед, продай ружье. Мильон. Неси. Как бы сопоставляя бандитов с животными. Но это еще не все. Если взглянуть еще глубже на этот фильм, то можно увидеть, что авторы подают главного героя еще и как посланника свыше. Мильон. Ты, дед, самый страшный себе. Где-то долго молчал, так и ты ее готовь. Я создатель всего, что ты будешь вагу. Моя радость, ты мать и вагу. Мать и вагу. На это тоже есть огромное количество намеков и даже библейских отсылок в фильме. Это и то, почему Данила берет именно десятую часть от денег, сцены с разделением хлеба, когда же Данила идет убивать, мы слышим следующий саундтрек. Словно в этот момент к нему обращаются темные силы. И как только он убивает, тотчас наступает расплата. Ну и конечно же, наверное, самый яркий момент, который на это намекает, вот этот. Вспоминаем Иуду и почему Данила так относится к евреям. При этом данная сцена, помимо глубокого, зашитого в нее смысла, имеет и более приземленный подтекст, причем очень и очень реалистичный. Ведь это правда. Многие, кто тогда, да и сейчас, негативно настроены к людям еврейской национальности. Почему? Ну, просто как-то не очень. Эта фраза, кстати, стала поводом, чтобы обвинить режиссера в антисемитизме. Меня Герман в антисемитизме обвинил. Герман решил, что эта фраза принадлежит мне, а не герою. Объявил меня, перестал со мной здороваться. Проблемы были и с другой фразой, более популярной. Не брат, гнида черножопая. Кстати, сейчас ее, когда фильм показывают по телевизору, вырезают. Конечно же, если снова смотреть на это высказывание прямо в лоб, то звучит оно, как националистическое высказывание. Хотя многие забывают, что в фильме эта фраза прозвучала еще раз. Ну что, брат, как будем бабу-то делить? Не брат-то мне. А в третий раз она прозвучала вот так. Брат! Здесь брат имеет куда более углубленное понятие. В начале фильма нам это тоже четко дают понять, намекая на то, что в то время было принято называть друг друга братом, что позже трансформировалось в браток. И до сих пор так все говорят, братки из 90-х. И слово брат лишилось первоначального смысла. Здесь брат это скорее правильное, доброе и честное отношение друг к другу. В трамвае герои не хотели платить, муж избил жену, поэтому они не братья Даниле. А после того, как Данила убивает бандитов, он говорит. А ты домой езжай. К маме. Старая она уже. То есть, по сути, спасая, вытаскивая брата оттуда, куда он попал. Из символического города шлюх, убийц и воров. И возвращает его туда, где всего этого нет. Несмотря даже на то, что он его предал. Конечно же, в фильме присутствует и кое-что другое, а именно сопоставление западной культуры и нашей, что присутствует практически во всех фильмах Балабанова. А именно, традиционно русская женщина и девушка новой формации. Более целомудренный отдых, дома под песней гитару и отдых на западный манер, где присутствуют наркотики, разврат и так далее. Это даже демонстрируют, как первобытное общество, когда человек сжигает стул в камине. Ну и, конечно же, Данила говорит. Музыка твоя американская, говно. Ну, чё споришь? Тебе говорят, говно музыка, а ты споришь. Да и сами вы. Скоро всей вашей Америке гирдык. Что, конечно же, является и правдой тоже. Потому что большинство людей относилось и относится к американцам именно так. Причём, даже не важно, американец это или француз. Но при этом в эту сцену зашит и самый настоящий патриотизм. Этот же настрой примет на себя и второй фильм. А первая же часть заканчивается тем, что через разного рода приёма нам дают понять, что Данила, по сути, сам стал частью этого города, в кавычках. Поэтому он раздаёт всем деньги, ведь они приобрели для него особую ценность. Света, я за тобой. У меня деньги есть. Уедем. Уходи, я сказала. И при этом, обратите внимание, добрые и хорошие люди не берут деньги. Да вот возьми. Ты чё, возьми. Здесь много. Поживё. Что русскому хорошо, немцу смерть. Берёт их Кэт. После этого Данила вглядывается вдаль и символично покидает город. Снова всё переосмыслив и осознав, и поняв, что это не его место. Некоторые, возможно, скажут, зачем ты так акцентируешь внимание на некоторых очевидных деталях. Ну, например, под прошлым более кратким обзором реально нашлись люди, которым не на полном серьёзе писали, что Данила не воевал. Восприняв вот эти фразы за чистую монету, а не за то, что герой просто не кичит со своим боевым прошлым, а наоборот, ведёт себя более скромно, что также играет на образ этого персонажа. В картине, конечно же, ещё много интересных деталей, которые я предлагаю вам оценить самостоятельно, иначе этот ролик затанется, наверное, на час или даже больше. Поэтому, что же можно сказать? Фильм, который изначально создавался как картина для зарабатывания денег на более серьёзное кино, стал, по сути, шедевром и олицетворением нового русского кино. Всё потому, что к его созданию авторы подошли со всей душой и самоотдачей. С этим, глупо спорить, фильм снимался практически на голом энтузиазме. Бюджет составлял около 100 тысяч долларов всего лишь. Бюджет был меньше 100 тысяч долларов. Вы не знаете, фильм полнометражный, игровой, который стоит столько денег. Большинство актёров снималось бесплатно, а некоторые даже в своей одежде. Когда он предложил мне участие в этой картине, я даже и не знал, что это за история и что это за сценарий. Я знал, с кем я имею дело. Я имею дело с талантливейшим режиссёром Алексеем Балабановым, которого мне Бог послал. Был такой период, когда те, кто чего-то хотел, должны были снимать это за две копейки, как говорят народе, то есть очень дёшно. Либо ты снимаешь так, либо ты никак не снимаешь. И Лёша сказал, ребята, мы снимаемся пока бесплатно. Мы сказали, конечно, конечно. И, собственно говоря, вот знакомых я набрал, все бездельничали, работы никакой не было. И за какие-то копейки, в общем, мы быстро, очень быстро сняли фильм. Некоторые, конечно, могут возразить, мол, это просто фигня без каких-либо глубоких смыслов. Но достаточно просто взглянуть на то, что снимал режиссёр до этого. Глубокое философичное кино. И, по сути, брат стал сочетанием этого глубокого философичного кино, которое обернули в социальную обёртку, понятную абсолютно всем. Далее режиссёр реализовывает изначально задуманное. Снимает фильм про уродов и людей. Кстати, если бы вы хотели увидеть обзор подобного формата о фильме про уродов и людей, напишите об этом в комментариях. А после этого Балабанов берётся за вторую часть. Фильм Брат 2. Который уже имел более серьёзный бюджет. Но если говорить откровенно, второй фильм мне нравится куда меньше, нежели первый. Он стал слегка каким-то попсовым, что ли. Нет, это всё ещё хорошее кино. Но в сравнении с первой он, конечно, меркнет. Но начинается он тоже довольно символично. Все камеры направлены на мужика, который, образы, вернее, вот таких, схожие с ним, были героями в те годы. Я не Байрон, я другой. Ещё не ведомый избранник. Данный фильм я смотрел в кинотеатре. И знаете, что мне больше всего запомнилось? Когда герой вошёл в Останкино, на экране мы увидели кого? И тут же по залу прокатился гул, типа «Ооо, Якубович!» Это было довольно забавно. Да и вообще, на многих деталях в фильме люди попросту кричали и аплодировали. Такого я больше не встречал никогда. В целом же, второй фильм чуть больше погрузился в историю именно о ценностях. Хотя в нём проскакивали и другие не менее интересные моменты. Например, когда Данила входит в камеру, он садится на пол, что под дебильным и абсолютно маразматическим зоновским понятием считается чем-то плохим. На полу обычно сидят те, кто не достоин сидеть за столом. Здесь же наоборот, Данила не садится с ними за стол. Потому что лучше сидеть на полу, чем сидеть за столом с вот такими людьми. Чужкар, прикурить дай! Ну ты парашник! Оглох, что ли? Не слышал, что тебе старший сказал? Но в целом же картина это всё, конечно, больше игра на патриотизм и сопоставление ценностей. У нас есть брат в США и брат в России. У нас есть культура, которая перекочевала к нам с запада. И да, обратите внимание, что Салтыкова и популярная американская ведущая сами обращают внимание на главного героя. Хотя и та, и та это суперзвёзды, у которых сотни поклонников, что как бы намекает зрителю, мол, привлекательность не в понтах, а в самом человеке. Но, конечно же, Данила здесь символизирует и отыгрывает здесь роль человека, придерживающегося более традиционных ценностей, а брат западных. Поэтому он по приезду преображается, сразу понимает, как работает принцип западного лицемерия, когда в лицо улыбаешься, а за спиной сразу говоришь как работает не менее лицемерное правосудие, именно поэтому он остаётся в Америке в конце фильма, а именно отправляется на полицейской машине в участок. Его буквально силком туда тащат. Я остаюсь! Я буду здесь жить! То бишь, остаётся в тюрьме вот такого уклада жизни. Но русская проститутка скорее отыгрывает здесь роль или символизирует родину, как это очень часто бывает в других фильмах Балабанова, когда женщина символизирует родину. По сути, женщина здесь родина, попавшая в заложники запада и западных ценностей. На это нам снова неоднократно намекают, а иногда даже не намекают, а говорят прямым текстом. Когда Данила поднимается по лестнице и читает стих о родине, в этот момент нам демонстрируют женщину. Всё моё, родное, это родина моя. Да и сам стих изменён, подстроен под смысл фильма. Хотя есть и другие варианты этого стихотворения, суть в том, что авторы не случайно выбрали именно вариант с акцентом на родине. Также идёт прямое сопоставление Санкт-Петербург, Бандитский Петербург, Чикаго. Так как кино про бандитов, я решил поехать сразу в Чикаго, потому что у людей известны всех наших понятия с бандитами связаны с Америкой, связаны с Чикаго. Москва, Нью-Йорк. Мы слышим песню, которая вполне очевидно на что намекает. Нам прямым текстом говорят, как обстояли дела в те времена. Массовый отток населения и, как следствие, не особо-то счастливая жизнь вдали от родины. Что ты припёрся сюда? Так, людей посмотреть. Я вашего брата хорошо знаю. Сначала у знакомых, потом посуду мыть или грузчиком в магазине. А там, куда крива американской мечты вывели. Зря вы так. Я родину люблю. Ну и конечно же, в этом фильме далеко не все американцы плохие. Тут скорее речь идёт не о людях, а именно о устоях жизни. Например, простой работяга-дальнобойщик помогает Даниле просто так. Это ещё и является отсылкой к первому фильму. Ну и конечно же, так вышло. Сейчас, я уверен, жители Украины чересчур перевозбудятся по этому поводу в комментариях. Но напомню, мы здесь говорим не о политике и как нужно поступать, а как не нужно. Мы говорим именно о фильме и о том, что показывает нам фильм. Поэтому не нужно по этому поводу устраивать срач в комментариях. Так вот, так вышло, что фильм стал частично пророчеством. Слышь, земляк, а где здесь русские живут? Мы сказали, не на земляк. Бендеровец? Чего? Ну ладно, парни, пока. Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите. Ну стреля... И кстати, здесь снимались реальные украинские бандиты, которые поселились в США, где живёт очень большая украинская диаспора. В целом же, ещё раз повторюсь, мне второй фильм понравился. Но в сравнении с первым, это всё же совершенно другое кино. Я думаю, что некоторым после моего обзора всё-таки захочется пересмотреть эти фильмы ещё раз. И я вам снова настоятельно рекомендую не просто их пересмотреть, а всматриваться и вдумываться в то, что хотели сказать авторы. И эти картины сто процентов заиграют для вас совершенно другими красками. К слову, это ещё раз обращение к правообладателям. Посмотреть их можно абсолютно легально прямо на Ютюбе в хорошем качестве. Я оставлял на них ссылки в правом верхнем углу и в описании. Но так как было реально очень много просьб сделать полноценный обзор чуть ли не по всем фильмам Балабанова, вскоре вы увидите ещё несколько обзоров подобного формата, в том числе и фильма Груз 200, о котором было особенно много просьб. Но если вам нравятся обзоры подобного формата, поддержите это видео лайком и каким-нибудь комментарием. И подпишитесь на канал и на группу ВКонтакте, если ещё этого не сделали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok